Приветствую вас, братья-самогонщики! Пришла мне небольшая посылочка. Нет, это не эта посылочка. Эту посылочку я распакую в следующем видео. Вот, вот эта небольшая посылочка от нашего с вами коллеги. Зовут его Артём. И хотя посылочка такая маленькая, но в ней много есть чего интересного. Что именно, я сейчас вам покажу. Итак, давайте-ка её откроем. Так, опачки, лекарства. Что? Так, нет, как видите, не лекарства. Как вы поняли, это экстракты. Да, это экстракты. Дело в том, что Артём эти экстракты делает сам. Вот он мне прислал их на пробу. Я, конечно же, разведу и какое-то количество этих экстрактов попробую. Всё будет, это, конечно, со временем, не за один раз. А сейчас давайте-ка зайдём на канал Артёма и посмотрим, как он это вообще делает. Сырьё, обжаренный изюм. Сухой, высушенный до каменного состояния. Вот такого. Ну что, завтра утром буду пробовать. Залил 15 литров спирта для приготовления экстракта изюма. Экстракция жареного изюма. Честно говоря, думал, что немножко будет потемнее. Первое заполнение колбы. Вот так флегма идёт. Всё, пошёл слив. Слил экстракт. Над ним вот карамель. Так, немножко так собрал пальцами. Ну, не пригоревшая, ничего. Просто, бать, не растворило всё спирт, сахара. На вкус, дети вам говорят, вкусно? Правда, со спиртом. Фильтрация обжаренного изюма. Так называемый корозюм. Ну, сейчас будет по кругу гоняться. Пока вообще жиденький как-то не станет, чтобы все лишние смеси оставятся на фильтр. За ночь в бутылках выпал вот такой карамельный осадок. Не, он снова жидкий такой. В бутылке разрежу, соберу его. Ну, всё, сейчас отфильтрую. Там излишки спирта выпарю. Всё, будет экстракт. Два часа фильтрации. Сливаю всё в куб. Сейчас, как солью, всё выпарю. Это изюм карамельный, так сказать. Аналогичная ситуация. Вообще густой. Вот так вот еле-еле стекает. Что-то, походу, с изюмом тоже перебор. 6 килограмм, это много. Посмотрим, сейчас сколько сольётся. Вот смотрите, что у меня вышло. Смотрите, я рассортировал все экстракты на несколько групп. И давайте покажу вам. Вот в этой группе это экстракты, сделанные на щепе дуба. Вот щепа дуба французского. Бочек из-под коньяка. Кстати, Артём мне именно рекомендовал для начала попробовать вот этот экстракт. То есть он сказал, что этот экстракт у него получился лучше всего. Итак, сразу же сюда его отставлю. Ну вот здесь щепа каких-то других. Там кавказского дуба есть, американского дуба. В общем, это всё на щепе дуба. Дальше вот такая группа из двух экстрактов. Это щепа вишни. Это щепа дубовой винной бочки. Вот эти экстракты сделаны на коре дуба. Кавказский дуб, как вы видите здесь, чересчатый. И что тут? Кора дуба зубчатого. Так, на коре дуба и вот эти экстракты я, наверное, пока отставлю в сторону. Что меня ещё заинтересовало? Смотрите, есть экстракт зубровки. Вот зубровку приготовлю ещё. И скорлупа кедрового ореха. Ну, то есть, я как понял, это будет там кедровка какая-то. Приготовлю для начала вот эти три экстракта. Как их готовить? Вообще, готовится один миллилитр экстракта на один литр сортировки. Сортировку я разведу, естественно, сорокапроцентную. После этого, как мне сказал Артём, нужно подождать примерно двое-трое суток. Ну, и после этого, как уже готовый продукт отдохнёт, можно его дегустировать. Я развёл три литра сортировки, налил в литровые бутылки, сделал ярлычки. Вот это у меня будет французский дуб. Это кедровка, это зубровка. Так, приготовил шприц. Как я вам уже сказал, нужно будет один миллилитр экстракта на один литр сортировки. Всё, сейчас набираю шприц и добавляю в каждую из бутылочек. Так, французский дуб. Кстати, Артём мне сказал, что здесь опять-таки нужно будет поэкспериментировать. Можно добавлять и чуть больше, и чуть меньше. Вот на этом пузырёчке, ну, на всех пузырёчках я вижу, что написано на 10 литров. Здесь рассчитано, ну, значит, здесь как минимум 10 миллилитров. Ну, естественно, если вы, конечно, разводите разные экстракты, то шприц после каждого экстракта нужно хорошенечко промыть. Так, это у нас будет кедровка. Вот такой интересный цвет. Артём сказал, что когда экстракт постоит несколько дней, цвет становится немного темнее. То есть, учитывайте это. Ну, и третий экстракт – зубровка. Так, вот такого он какого-то коричневатого цвета. Мне почему-то думалось, что он будет зелёным. Все три образца у меня готовы. Посмотрите, зубровка всё-таки, да, приобрела такой зеленоватый цвет. Я дам этим образцам отдохнуть примерно дня 3-4, ну, а потом подегустирую и, конечно же, расскажу вам, что из этого всего получилось. отзываю с неразбором, с помощью, с помощью, с уникальным, с помощью,